Соглашение подписано. Губернатор Кульской области Алексей Геннадьевич Дюбин и губернатор Варьево-Воронежской области Александр Викторович Кусев. Предметом соглашения является развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Алексей Геннадьевич, я должен прокомментировать, это не просто какая-то практика из футбола. По протоколу. Во-первых, с Воронежью меня связывает определенная жизненная история. Я закончил там военное училище, закончил школу и достаточно долго там прожил. Поэтому сегодняшнее подписание в Турской области говорит о том, что мы уже налаживаем тесный контакт и взаимодействие. И находимся в рабочих каких-то моментах, в совещательных моментах, по различным коммуникациям и на выездных мероприятиях общаемся. У нас одна полноценная задача, которую мы должны выполнять. Проблемы, которые мы решаем сообща и делясь опытом. И, конечно, у нас большая история в Воронеже и в Турской области. Это и культура, это и учение в ВУЗы наши, это и спортивные мероприятия, это развитие спорта, это развитие юридического потенциала, наращивание, что-то и новое, что-то и второе время. И вопросы, которые связаны в рамках выполнения проекта, которые перед нами стоят, могут быть и промышленные сотрудничества, и сотрудничества в других различных секторах. Александр Викторович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в войне приятно подписать соглашение о всех наших землях, можно сказать. Поэтому я с большим удовольствием это сделал. Уважаемые склонности во многих схожих по структуре экономики у нас только присутствуют. Усильный ократный сектор, где есть все, что связано с военной промышленностью предприятия. И, снова, нам необходимо взаимодействие, которое позволило бы, ну, не переходя друг к другу дорогу в привлечение инвесторов, тем не менее, если вместе стараться активно развивать нашу экономику. Я надеюсь, что подписатель соглашения будет в этом направлении нас закреплять, наши действия у нас все должно получиться хорошо. Я когда жил в Воронеже, там была такая поговорка «Воронеж не догонишь». Догоним. Догоним.